В данный момент российские и международные команды исследуют процессы загрязнения и распространения микропластика в арктической зоне. Все исследователи отмечают, что практически в каждой пробе они обнаруживали частицы пластика размером менее 5 мм, которые были представлены полимерными нитями, гранулами или фрагментами. Катерина Шалунова, старший преподаватель кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов Санкт-Петербургского Госуниверситета Основная опасность пластика в Арктике состоит в том, что животные, рыбы и птицы легко могут перепутать его с едой. Считается, что микропластик попадает в Арктику через течение Гольфстрим. Чтобы решить эту проблему, ученые Института биофизики Саран разработали технологию получения особых биополимеров, полигидроксиалканаатов, которые в природе при определенных условиях производят бактерии. Особенность полученного материала в том, что он разрушается до нетоксичных соединений, например, углекислого газа и воды. Исследователи проверили, как ведет себя биопластик в разных климатических условиях и выяснили, что он способен разрушаться в субарктических широтах, а значит, не опасен. Так как безопасность биопластика доказана, можно расширить сферы его применения, считают авторы работы. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.